Здравствуйте дорогие друзья! Продолжается мое новогоднее путешествие по земле Зальцкомагут вокруг прекрасного озера Атерзее. И сегодня мы с вами побываем в ближайших Альпах, в горах, которые окружают это замечательное озеро. Увидим красивейшие места, которые располагаются в этих горах вокруг озера. Побываем на вершине некоторых из них. Увидим настоящую снежную сказку. Погуляем по заснеженному лесу. Оставайтесь со мной на канале до конца. Будет очень интересно. Вы попадете в настоящую альпийскую зимнюю сказку в австрийских Альпах. Погнали! Друзья, зимний и солнечный день. Сегодня 11 часов утра. Туман, в принципе, все озеро в тумане, но пробивается солнце сквозь тучи, сквозь этот туман, облака. И посмотрите, она за моей спиной. А пейзаж, зимний пейзаж, вот такая нависшая гора здесь. Просто так живописно. Я хочу вам просто показать вот эту идиллию здесь на Атерзе. Сейчас вдоль озера по дороге мы пытаемся подняться в горы. Вот примерно видите, как там впереди заснеженные солнечные вершины. и посмотреть этот красивый альпийский ландшафт. Альпийский ландшафт На берегу озера Атезея встречаются вот такие поселения, отдаленные от берега метров на 200 уже в предгорье Альп. Как вы видите, на заднем плане красивейшие альпийские горы. И люди живут в таких местах. В этом карьере летом ведутся разработки гравия, щебни, песка. Друзья, и вот такие вот горы с замерзшим водопадом. И хочу просто на него поближе посмотреть. Продолжение следует... В предгорьях Альп очень много маленьких дорог, тропинок, которые ведут к каким-то достопримечательностям. Справа и слева, ребята, вот такие картины заснеженного альпийского леса. Впереди нас вершина горы, куда мы направляемся сейчас, посмотрим, что там ждет впереди. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Думаю, что вот здесь у него есть нора, вот эта, где он сидит Ну, а когда Заяц выходит, он любуется вот таким пейзажем, ребята Заяц не дурак, выбрал красивое место для своей норы Давайте посмотрим, что у него в норе Как видите, в норе никого нет Видимо, Заяц ушел на прогулку Ну, а вид открывается вот такой, друзья, без зайца Вот такой вид Наш водопад стекает и превращается вот в такую речку И эта речка втекает в озеро Атерзее Которая расположена где-то вот в полукилометре Между вот этой горой и вот этой, в этой вот лощине, друзья Ну, пока, Заяц, мы тебе мешать дальше не будем Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы поднялись на автомобиле по серпантину по горной дороге Где-то на высоту 700-800 метров над озером И внизу остался, как вы видите, за моей спиной туман Который стоит в низине и над озером А здесь, на этой высоте, как вы видите, светит ярчеше солнце И открывается сзади, за моей спиной, панорама озера Атерзее, покрытое туманом Как вы видите, вот это все покрыто туманом Из низу внизу под ним находится озеро Атерзее Прилегающие поселки, городки Ну, а здесь, как вы видите, снег Можно приехать покататься на лыжах Хоть здесь и нет подъемников, но люди приезжают на санках погулять Просто по заснеженным Альпам И, как вы видите, полюбоваться вот такой вот панорамой альпийских гор Просто классно Безветренная погода Абсолютный штиль И где-то около 0 градусов температура воздуха Просто идеальное время для прогулок по австрийским горам Потрясающие виды, друзья, открываются отсюда За моей спиной А вот эта подушка тумана Мы сейчас ее увидим Ну, просто Вот я, приехав сюда Из Вены Из сырой пасмурной Вены Вот в такое Место Где светит солнце Где есть снег Просто потрясающе Всем советую Кто приезжает в Австрию Вот на такие австрийские лыжные курорты Или просто в горы На высоту от 800 и выше метров Там вам будет гарантировано В любое время В любую погоду солнечные Вот такие вот солнечные дни, друзья Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, раньше был Конечно это крестьянский двор, но его Переделали в отель Вот это вот тоже Значит отель Может быть пансион Как его называют Я чувствую Запах коров Запах навоза Наверно, как вы видите Вот это силостные какие-то ямы Или просто Выгребная яма от коровного навоза А вот за этими воротами Друзья, наверное Летом, может быть и даже сейчас Содержатся альпийские Породы коров Которые выводят Выгуливать сюда На эти ближайшие луга А здесь они зимуют Да, точно я вам Правильно сказал Здесь Колхозный крестьянский двор Коровник Вот вы видите Стоило коров Где они Отдыхают Живут Вот в таком Стойле Альпийская порода Коров Именно типичная С таким светлым окрасом Рядом с этим крестьянским двором Вот здесь Типичное строение Для Содержания лошадей Здесь Была конюшня Когда-то Держали лошадей Вот вы видите Висят Сани Санки На которых Что-то перевозили Я так думаю Здесь перевозили Может быть Стволы Деревьев Сюда Клали Большую лисину И лошадь ее По снегу Тащила Передвигала Ну а Внутри Была Конюшня Наверху Как обычно Располагался Сеновал Там была Сена Для Лошадей И Это здание Осталось До сих пор Вот в таком Сохранности Друзья Осталось Семен Уже Семен Уже Семен Уже Семен Уже По лесу проходя я увидел вот такие вот домики, я не знаю, это тоже крестьянский двор или же это домики для отдыхающих. Хочу туда попробовать сейчас подняться и посмотреть, что это такое. Машина приехала сюда, даже заехала. Давайте поднимемся и посмотрим. Трудно сказать, для чего эти домики, но здесь не ступала нога человека, никто, я так понимаю, в данный момент здесь не живет, но летом, я думаю, их приводят в порядок и сдают для отдыхающих. Думаю, что да. Вот такая вот классическая такая крестьянская изба. Друзья, сейчас, наверное, действительно это летний гостевой дом. Ух ты, резные колеса. Офигеть. Какая красивая резьба, друзья. И вот такие вот маленькие домики тоже. Летом, я думаю, что какие-то желающие есть в них отдыхать. Ну, не зря же они тут построены. Ух ты. Здесь какой-то склад, друзья, непонятный. Стоит рояль, пианино. Я думаю, что они, наверное, сейчас уже не для сдачи каким-то туристам, а может быть просто для каких-то, не знаю, складских целей, что ли, используется. Или может быть вот этот только как склад, а здесь может быть какие-то летний отдых предлагают людям. Я так понимаю, это туалет, может быть, или может быть какой-то склад. Вот, давайте посмотрим. Нет, ребята, это туалет. Да, нормальный туалет. Немножко в запущенном состоянии, но тем не менее. Это, друзья, домики. Давайте зайдем, посмотрим. Может быть открыт. Не ступала нога человека сюда. Но можно попробовать. Какая резная дверь. Домик, конечно, закрыт. У кого-то была идея, или может быть она и была раньше, их сдавали каким-то отдыхающим, может быть, которые приезжали сюда в летний период, походить по горам. Но сейчас они, конечно, в зимнем таком состоянии, которым надо приводить в порядок, чтобы летом их сдавать желающим. Романтика. Летом здесь, конечно, может быть, что-то ищущие романтики получает свое. Друзья, идем мы по дороге. И вот на таком кусочке дорога просто уходит в небеса. К ощущениям, что все люди в рай собрались, идут для того, чтобы попасть туда наверх. Смотрите, конкретно в небо дорога. ПОДПИШИСЬ ИНТРИГУЮЩАЯ,